И вам я не рекомендую, потому что без борьбы, без приложения сил каждого человека ничего не произойдет. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают на одном из конференций по ключи познания, там, что с 1812 по 1825 года на территории нашей страны происходили кроссоведческие события, когда исчезло большое количество людей и так далее. Ну, действительно, дело в том, что просто, наверное, кто делал доклад по этому поводу, нужно все-таки более цельно освещать события, чтобы была целостность картины. Потому что, ну, в предыдущих встречах с читателями я привносил специально, помните, трехтомник британский энциклопледий, где до 1775 года Российская империя называлась Великая Тартария. То есть территория за Уралом, которая доходила до Китайской стены и занимала большую часть Северной Америки, западную часть, Северную Америку. Вот. И после того, как была, я считаю, Первая мировая война, потому что против Великой Тартарии или Великой Асии или Великой Скифии в разных сточках называют эту страну по-разному, когда все-таки удалось эту страну победить, когда войска Якина Второй, которые такое же отношение к русским имеют, как и имеют папуасам, я очень похож на папуасы, да? Ну вот так, такое же отношение к русским имело. Так вот, Тартария считает, что была мировая война против того, чтобы уничтожить, добить окончательно Славянскую империю, что и достигли. И именно после 1775 года территория от Урала до Дальнего Востока, ну и, помните, захватили, все-таки Романов успели взять часть Северной Америки, коляску от этой империи, и Калифорнию Северную тоже взяли под свой контроль, потому что другую территорию захватили американцы уже. Так вот, что, вы думаете, на территории было? На этой территории жили русы, большая часть из них, как и сейчас, и стоты, и тысячи, и сто тысяч лет назад жили, которые, естественно, боролись против оккупации провинции, которые откололись раньше, в главе которой стояли предатели, в принципе, стояли. Естественно, что с ними делали? Вырезали, так же, как вырезали после крещения Руси, то есть, что там, киевскую условность, скажем так. Естественно, очень много людей погибло в этой войне, вырезали очень много. Но, заметьте, даже при всем при том, на территории Сибири и Дальнего Востока никогда не вводилось крепостное право, не так ли? Просто не посмели, потому что еще люди, так сказать, все-таки недавно были свободны и побоялись, даже после уничтожения большого массы людей, побоялись ввести, так сказать, жесткие меры крепостное право. Кстати, для того, чтобы интересные моменты наблюдать, вот изучение общего ситуации в мире, допустим, забавный факт, что... Слышали такой знаменитый экспедиции Луиса и Кларка, американцев? Слышали об этом, да? Слышали. Которые дошли до Тихого океана. В каком там году произошло? В 1802 году. Вопрос. А почему эта экспедиция только пошла к Тихому океану в 1802 году? А вот там были дикие индейцы, которые всех резали. А что, они потом не резали никого? Резали. А что изменилось? А очень просто. Просто когда разгромили Великую Тартарю или Славянскую империю, когда уничтожили страну, стали делать следующее. Все, кому не лень, пытались захватить как можно территории, в том числе и северо-американские штаты, которые были в основном по Восточному побережью, строили свои точки. И они тут же послали экспедиции. Странно совпадение. В 1775 году упала империя, и в 1802 году тут же появилась экспедиция, которые дошли до Тихого океана. Вот просто нужно делать анализ, и мы, если проведем параллели, весьма интересно получать параллели. Да и как, извините, в современной истории изложено восстание Пугачёву якобы было, да? Что якобы Пугачёв объявил себя Петром III, который, так сказать, мужем Екатерина II, ну, в курсе ситуации. Ложь полнейшая. Ну, просто только таким образом скрыли факт того, что было совсем по-другому. И вот что интересно, в первой британской энциклопедии то же самое Великой Тартарикой называется, там называют самую большую страну мира и показывают территорию, описывают её тоже. И показывают Московская Тартария, которая доходит до Урала. Московская Тартария, но не великая, как говорится, империя. До Урала доходила. Но после 1775 во втором издании энциклопедии и никогда больше, нигде, ни слова не говорится, что существовала такая империя. И, извините, Римская империя, которая никогда не была в истории, пишут и говорят постоянно, так? А эта империя, которая просуществовала больше 100 тысяч лет, страна, исчезла полностью, когда её не было. Что это такое? Заговор. Мировой заговор. Вот, да, мы ищем заговор. Он есть реально против нашей страны и наших народов. Не только русских, но и всех других коренных народов, которые жили и живут на территории России. Мы должны бороться за свою землю. Наши предки поливали кровью. Но бороться не так, как выгодно нашим врагам, а как им невыгодно. Вот и всё.